Доброе утро, друзья! Не показываюсь, потому что у меня сегодня какое-то напало на меня бешенство. Ну, из-за этого бешенства я специально оделась как-то по-рабоче-крестьянски, на мне... Ай, нет, ногу мне не поднять, у меня аж ноги не поднимаются. То есть у меня есть такие легкие штаны, мне в прошлом моем местном магазине открыли глаза, что это штаны под платье, как эти, кто там, туркменки, да, или кто? Ну, в общем, вот эти вот, которые, такое длинное платьице и штанишки носят, вот. И старый-старый халатик, потому что я ползаю по квартире, а у меня же это... Пока еще не восстановились функции, я вот все надеюсь, что я из Сербии привезу сало. Ну, просто у меня здесь нету никаких рынков рядом, все, надо куда-то ехать. Куда ехать за такими товарами, я даже не могу предположить. И сейчас я ползала по всяким шкафам и ящикам, не помню, где у меня что лежит, а я же хочу примерить, в месяц ли у меня в чемодан то, что я надумала брать с собой. Вот я ползала-ползала, потом посмотрела на часы и поняла, что я еще не завтракала. А раз я не завтракала, значит, я не пила свои таблетки. А их нельзя пить на голодный желудок. И я решила быстренько-быстренько сделать себе вот такой вот вкусный завтрак. У меня остался кусочек грудки от вчерашнего ужина. Бэби со мной тоже поела этой грудки. Надеюсь, не будет у нее никаких проблем. Ну, и вот просто так сочиняю. Вообще у меня какой-то в голове раздрай. Я же вот в вчерашнем видео говорила, что я многого не знаю и не понимаю. И та информация, которая выложена в интернете, ну, как-то она меня не радует. В общем, грудка, чуть-чуть зеленого лука. Помидорка. Эта помидорка должна быть хорошей. Это из этих, как они называются, фламенко. Ох, лежат они так хорошо. Поэтому я думаю, что они в такой степени искусственные или чем-то там напитанные. Я эти пять помидорок покупала еще, как звучит, а, еще в прошлом году. И не то чтобы задолго, но неделя, две, полторы, не знаю, не могу вспомнить, когда, но задолго до Нового года покупала. Даже не помню, с какой целью. Ну, надо их расходовать. А то же перед отъездом я резко все начну выкидывать из холодильника, скоропортящиеся. А то приеду, здесь такой будет запашочек. Ну вот, я говорю, информация, которая в интернете, она для меня такая сложная. То есть я половину не понимаю и никак не могу, как сказать, в мозгах своих скомпоновать, как мне действовать, когда, чем заниматься. Все-таки, с одной стороны, у меня есть время, да, вот, минус один день, да, уже 18 дней осталось. Но, с другой стороны, вы сами знаете, когда дел много и существуют какие-то препятствия, вот, например, в виде морозной погоды. И, бэби я сегодня не водила на улицу, мне кажется, что она начала подкашливать. Ну, хотя вот, сегодня она ни разу не кашлянула. Может быть, она просто подавилась. Она же тоже живое существо. Итак, грудка, чуть-чуть зеленого лука, помидорка. И авокадо. Авокадо, хоть у меня и дозрел, но он, ну, так себе по вкусу. Я его вот на такие, как манго, точно-точно как манго подготовила. И сейчас попробую аккуратно вынуть ложкой. Вот видите, вот, как я говорю, он вроде как дозрел, он вроде как очень мягкий, но он какой-то упирающийся. Нет у него того момента, что вот он легко вынимается из своей вот шкурки. Но он очень мягкий уже. Дальше его, собственно говоря, хранить некуда и незачем. Больше пока я, наверное, покупать авокадо не буду. Вот у меня еще половиночка осталась. Ну, собственно говоря, это все. Чеснок я не буду добавлять, никакую заправку. Не буду добавлять, только чуть-чуть-чуть-чуть присолю. И надо перекусить для того, чтобы выпить таблетки. Ну вот, мой завтрак готов. Мне надо обязательно съедать небольшой кусочек хлеба, что он у меня как-то поломался, когда его пыталась порезать. Тут у меня тоже на тарелочке мои поддерживающие, так сказать, витаминки. Сейчас я немножко салатика съем, потом выпью витаминки. И сделала себе кофе с молоком. Заваривала прямо в кружке, поэтому у меня сверху небольшой осадочек. Ну, потому что для чего кофе? Я сама себе придумала. Что бы мне хотелось, чтобы немножечко стабилизировать свое состояние. Ну, какая-то у меня такая не трясучка, не невроз, а какое-то беспокойство. Ну, в общем, отсутствие спокойствия. Наверное, из-за того, что я по своему, собственно говоря, характеру такой человек, мне надо все делать по плану. Вот как я наметила план и начала его четко соблюдать, тогда у меня спокойствие железобетонное. А пока нет этого плана, и я понимаю, что мне надо сделать это, другое, позвонить туда, узнать то, какую-то информацию, куда-то добежать. А я говорю по такой погоде, когда сейчас, по крайней мере, утром было минус 25, понимаете? Особо не набегаешься. Каждый выход на улицу сопровождается таким ужасом и желанием залезть под одеяло, укрыться с головой и сказать, я Мишка, я Мишка, у меня спячка зимняя. Поэтому все, сейчас завтракаем. И буду... Я вчера так и не написала этот самый свой план. Я что-то мотылялась туда-сюда, не могла себя никак собрать в кучку. Но сегодня этим всем займусь. Тем более, сегодня воскресенье. Большинство всяких там предприятий не работает, куда можно позвонить, что-то узнать. Поэтому такой организационный день. Ну и продолжать буду ползать по всяким шкафам, ящикам, полкам, искать те вещи, которые я хочу взять с собой. И, кстати, нашла название сухой рыбы. Называется Густер. Кто знает такое название? Я впервые это услышала. Вот. Все, друзья, вот такие вот у меня на утро следующего дня, после прошлого видео, такие, как это сказать, ощущения. Я начала врубаться, что у меня куплен билет, что все, это уже не шутки, уже... Нет, ну, наверное... Да нет, ну что вы это? Даже и в мыслях у меня нет такого, чтобы отказаться, не лететь. Просто я говорю, что я очень-очень-очень давно не летала. Ну, для человека, который несколько раз в год летал, особенно когда Ксюша еще не ходила в школу, тогда мы вообще с ней постоянно где-то зависали. И такой перерыв, и многое очень изменилось. Ну, я же и от ребят слышу. Ну, во-первых, прямые рейсы практически отсутствуют, в самолетах не кормят, за багаж лишние деньги сдирают, чтобы место какое-то себе заказать. Опять же, надо доплачивать. В общем, сплошная ерундистика. Поэтому у меня такая легкий невроз, непонимание ситуации. Но я думаю, что я возьму себя в руки и сосредоточусь. Ну, а вы все-таки подскажите, кто знает, сколько же... Как? Как действует эта справка о вывозе животного за границу? Ну, потому что я так и не врубилась. Я не знаю, сколько раз перечитала эту информацию. Она дублируется из сайта в сайт, то есть везде абсолютно одинаковыми словами, одинаково написано. Поэтому я и говорю, я не могу понять. А у ребят я не могу спросить сейчас, потому что они до 15-го числа улетели в Дубай. Насколько я поняла, они не покупали местную симку, поэтому связь есть только тогда, когда они где-то в лаунже, где-то в кафе. Я помню, когда я была в Дубае, и как раз вот мы с Ксюшей брали, как это назвать, частного экскурсовода, да, вместе с таксистом. Ну, то есть они в паре работают. И она с такой гордостью говорила, у нас в Дубае в каждом кафе есть интернет. Я говорю, а у нас в Москве на каждой улице есть интернет. Она так давно переехала жить за границу, что она давным-давно, ну, как бы, уже не знает новостей каких-то местных наших, вот. По-моему, она из Казахстана. Я уже забыла. Это всё-таки было очень давно. Ну, вот я говорю, я решила, что я себе заварю кофе. Вроде бы мой организм сказал, что напои меня кофе, я успокоюсь. Всё, друзья, спасибо, что вы меня слушаете. Спасибо, 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 спасибо. Ну, а с кем мне ещё поделиться? Бэби меня не понимает. Тем более я волнуюсь, очень не заболела бы она, потому что, вот, по-моему, на видео вы слышали, что она покашляла, но вроде сейчас не кашляет. Но я вожусь на улице, она слышит, что я что-то режу ножом, открываю-закрываю холодильник, а она не пришла. Это говорит о том, что у неё не очень нормальное состояние. Всё, друзья, пока-пока. Спасибо, что вы меня слушаете. Пойду дальше возиться. И мне сегодня надо обязательно... Хотя, может быть, можно до завтра дотянуть. Но посмотрим. Всё, пока-пока. Буду держать вас в курсе, даже не ради того, чтобы вы были в курсе, а ради того, чтобы рассказывать хоть кому-то, что у меня происходит. Пока. Пока.